МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. На 60% больше, сколько будут платить родители за детские сады. Учитель года России. Саровчане могут поддержать педагога 15-го лицея, который участвует во всероссийском конкурсе. Горький фест в нашем городе покажет фильмы фестиваля нового российского кино. Далее расскажем обо всем подробно. 164 рубля в день. Столько теперь будут платить саровчане, чьи дети посещают детские сады. Это примерно 3300-3500 рублей в месяц. Напомним, до этого родители платили 2259 рублей. Скачок стоимости почти 60%. Несмотря на то, что плату за сады в Сарове не поднимали уже два года, такой колоссальный рост вызвал массу вопросов, с которыми разбирались депутаты городской думы. На тысячу с лишним рублей больше придется платить саровчанам за ребенка в детском саду. С 1 июля в городе изменилась стоимость платы за садик, а также механизм ее расчета. Раньше родители платили 2259 рублей в месяц, вне зависимости от того, сколько рабочих дней было в этом месяце. Сейчас установлена плата за день – 164 рубля. И платить нужно будет по факту за дни, которые ребенок провел в детсаду. Например, за 20 дней – это 3280 рублей. Скачок стоимости ощутимый, но избежать такого повышения сложно, объясняют в администрации. Во-первых, изменились требования СанПин по отдельным видам продуктов. А во-вторых, вырос процент инфляции. Однако депутаты уверены – поднимать плату за детский сад сразу на 60% нельзя. И предложили увеличить стоимость лишь на 20%. В декабре прошлого года стоимость питания одного ребенка составлялась увеличить. С января этого года – 160. Сейчас собрали ценовые предложения от поставщиков. У одного – 240, у другого – 230 почти. То есть разница, понимаете? Если предлагаете вот это решение по увеличению родительской платы на 20%, то есть всю недостающую сумму – это будет покрытие заряжения. Часть суммы за питание бюджет уже покрывает. И по расчетам специалистов, каждые 15 рублей от стоимости питания на ребенка обходится казне в 10 миллионов рублей за полгода. Если мы сейчас 164 сделали, 15 рублей убираем, остается плата 150 рублей. Это значит, на полгода еще надо 10 миллионов. То есть в год мы понимаем, это сумму 2, скоро 23-й год. Мы должны будем запланировать расходы бюджета 23-го года. Если у нас при плате 150, получать полгода будет стоить из бюджета 20 миллионов, в год это будет 40 миллионов. Искать дополнительное финансирование в казне за счет сокращения других программ – задача не из легких. Тем не менее, депутаты настроены серьезно. За ближайшую неделю они планируют обсудить вопрос с представителями администрации и найти компромиссный выход из ситуации. Обратиться как раз от комитета, главе города, с вопросом о том, чтобы проработать механизм снижения или плавного повышения деплаты, скажем так, поэтапно. То есть проработать этот механизм, и если он существует, его представят в Думе. К вопросу народные избранники вернутся уже на следующей неделе. Тянуть с поиском решения времени нет. Необходимо заключать договоры с поставщиками продуктов в детские сады. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей САРО-24. Невозможно проехать пожарной технике внутрь дворовых проездов. С этой проблемой спасатели не единожды обращались в администрацию и Думу. Среди предложений установить в городе билборды с просьбой горожанам держать проезды свободными, а также разметкой выделить люки пожарных гидрантов и места, на которых запрещено парковать личный транспорт. Если вопрос с билбордом решен, его установили у третьего КПП, то с разметкой сложнее. Пока нет единого понимания, что и где нужно указать. Подобную, может быть, не совсем разметку, а трафарет нанести на предмет того, что расположен пожарный гидрант, не ставить автомобили. То есть вот как бы, чтобы это на асфальте было написано, чтобы люди понимали, что в этом месте автомобиль ставить нецелесообразно. Но у нас большинство люков и гидрантов находятся не с краю проезжей части, а, как правило, это посередине проезжей части. Поэтому, как правило, они не загромождаются. Если есть те места, допустим, где пожарные считают, что вот там требуется, то давайте конкретизируем и, собственно говоря, мы такую работу проведем по нанесению данной разметки. Особенно у двора, где у нас машина просто не может повернуть. Потому что у нас на всех углах, вы же сами прекрасно знаете, по дворам тоже мы проезжаемся, что мы проезжаем на легковых автомобилях к притирку, а 12-метровая машина просто у нас не может проехать. И с учетом того, что это русский менталитет, здесь вот с этим надо бороться еще в первую очередь. Понял этот вопрос. А решить каким он будет? Каким, я не знаю. Надо прямо на эти углы, там, сталбы бетонные поставить, чтобы там машина не ставила. Вопрос о нанесении разметки в местах пожарных гидрантов, а также на углах во внутридворовых проездах вынесли на комиссию по безопасности дорожного движения. Его обещают рассмотреть детально с конкретными адресами, где есть необходимость в подобной разметке. Сроки отключения горячей воды сдвинули на неделю. Ее не будет с 0 часов 25 июля до 0 часов 3 августа. Если ремонт закончат раньше, воду дадут без предупреждения. Не оставляйте краны открытыми. Другая важная информация в подборке о коротких новостей. В России появится единый фонд пенсионного и социального страхования. Он будет создан путем преобразования пенсионного фонда и присоединения к нему фонда социального страхования Российской Федерации. Глава профильного комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов уточнил, что обновленный фонд начнет выплаты больничных, пособий по уходу с детьми и тому подобное с 2023 года, после переходного периода. В период по 2025 год произойдет постепенное увеличение в полтора раза этих выплат по сравнению с тем, что было бы, если бы фонды не объединили. То есть граждане выигрывают, заявил он. На работодателя будет меньше бюрократическая нагрузка. Теперь будет единый платеж 30%, который будет поступать в казначейство и распределяться уже оттуда по видам страхования, добавил Ярослав Нилов. В поликлинику номер один требуется оператор-консультант единой справочной службы, медицинский регистратор кабинета статистики, администратор медицинской регистраторы. Требования, знания ПК и основных офисных программ, грамотная устная речь, коммуникабельность. Специальное медицинское образование, опыт работы необязательны. Трудоустройство ПТК РФ, полный соцпакет. Справки по телефону 95516. Кванториум Саров объявил набор на новый учебный год. Открыта запись на обучение на 7 основных направлений, 3 дополнительных модуля. Школьники смогут освоить новейшие технологии, научатся работать на профессиональном оборудовании, применять полученные навыки для создания собственных проектов под руководством наставников и многое другое. Обучение бесплатное. Запись идет через навигатор дополнительного образования. Необходимые документы нужно предоставить Кванториум до 30 августа. Справки по телефону плюс 7 910 875 2054. Саровчен приглашают поддержать нашего земляка, который борется за победу во всероссийском конкурсе «Учитель года России». Педагог 15-го лицея Дмитрий Григорьев победил в региональном этапе и теперь представляет не только Саров, но и всю Нижегородскую область на федеральном этапе. Проголосовать за его медиавизитку можно на сайте конкурса. Вот мои слагаемые успехи. Все могут пять пальцев, если их достать из кармана. Веди ученика, но не тяни его за собой. Побуждай, но не заставляй. Указывай на путь, но позволь ему идти самостоятельно. Этими принципами Дмитрий Григорьев руководствуется все время своей работой учителем. Нестандартная подача материала и любовь к своему делу помогают ему привить ученикам интерес к непростой, но важной науке – математике. Например, тот же самый парковый урок, когда мы выходим за пределы кабинета и проводим эти уроки геометрии на улице, когда они сами могут все попробовать. Ну и плюс еще само отношение к детям, наверное, вот это самое главное, что если ты не будешь любить детей, то и ребенок это не увидит, что бы ты ему ни говорил, как бы ты ему ни преподавал, то как бы ты ему ничего не рассказывал, то он тоже относится к вам будет. Такой подход приносит плоды. Его ученики успешно участвуют в различных конкурсах, турнирах и олимпиадах. Слышать теплые слова благодарности и признания от детей и родителей – большая радость для педагога. Дмитрий Андреевич – человек добрый. Он может услышать и увидеть каждого с высоты своего роста. В этом году Дмитрий Григорьев участвует в конкурсе «Учитель года». В апреле он победил на муниципальном этапе, затем выиграл зональный и отправился на региональный. Областной финал прошел в мае на площадке точки кипения Мининского университета. Жюри признала Саровчанина лучшим. Спасибо моей команде. Вот если бы не команда лицея, с которым мы все вместе и продолжаем дальше готовиться, то одному это сделать нереально. Команда всегда поддерживает, команда всегда помогает, где-то похвалит, где-то наоборот какие-то жесткие слова скажет, но тем самым наоборот мы исправляемся. Но без команды ничего бы этого не получилось. Дмитрий Григорьев сейчас участвует в заключительном этапе всероссийского конкурса. Поддержать Саровчанина и отдать свой голос за его медиавизитку можно на сайте «Учитель года России». Эксерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. 8 июля стартует ежегодный «Горький фест». Фестиваль нового российского кино, который проходит на ведущих площадках Нижнего Новгорода с 2017 года. Кинофестиваль познакомит зрителей с картинами различных форматов. Саровская художественная галерея станет площадкой для показа картин в неконкурсной, специальной и конкурсной программ. «Горький фест» проходит в Нижнем Новгороде уже в шестой раз. В жюри фестиваля вошли известные отечественные режиссеры, актеры, киноведы, музыканты и операторы. Саров впервые присоединяется к «Горький фесту». Откроет фестиваль в нашем городе в субботу 9 июля в 13.00 военная драма «Живой» с Андреем Чадовым в главной роли. Возрастное ограничение 18+. 14 июля в завершающий день фестиваля в художественной галерее пройдет кинопоказ двух фильмов возрастной категории 12+. В 18.00 покажут новую документальную кинокартину «Пушкин, Битов, Габриадзе, Побег». Это не просто документальный фильм, это стык анимации и документального кино. Русские писатели Андрей Битов и грузинский художник Лизо Габриадзе беседуют, разговаривают о Пушкине. Сразу после него в 19.00 покажут драму «Родина». Это история друзей детства, которые пережили войну, голод и развал СССР. Сейчас им за 80, но они по-прежнему верят, что их родина – это бескрайняя страна, в которой народы дружат друг с другом. Герои решают поехать в Кыргызстан, чтобы подвести итоги своего жизненного пути. Фильм «Путешествие», фильм «Дорога», фильм «Жизнь» в конкурсной программе фестиваля «Горький фест» здесь, в Сарове, в художественной галерее. Вход на кинопоказы свободный. Коллективные заявки по телефону 70 287. Темные, светлые, чистые, с натуральными добавками на любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда урожая этого года вы найдете в торговом центре «Галактика». 7 по 10 июля там проходит ярмарка «Медовая феерия». Укрепить иммунитет и повысить защитные силы организма поможет мед. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на «Медовой феерии» один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Саровчан уже ждет мед нового урожая 2022 года. Если хранить продукт пчеловодства правильно, то он не потеряет свои лечебные и вкусовые свойства на протяжении длительного времени. Есть мед можно ежедневно в небольших количествах. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку. В течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще в советский ГОСТ температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Каждый сорт обладает уникальными свойствами. Мед акации гипоаллергенин. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягеля и прополисный мед улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Хвойный и каштановый помогают работе сердечно-сосудистой системы. Дониковый мед благотворно влияет на нервную систему. Гречишный богат железом и повышает гемоглобин. Также на медовой феерии вы можете найти майский, цветочный, липовый и высокогорный мед. А мед диких пчел содержит много витаминов и антиоксидантов. Предложат вам и продукты пчеловодства. Пыльцу, маточное молоко, настойку прополиса на воде и пергу. Она помогает для поднятия иммунитета и восстановления силы. Сельга эта пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком, с железами и заложила уже в соты. И уже в соты она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Такой интересный факт. Если матку пчела пергой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пергой, она сеет 2000 личинок в сутки. Вкусное предложение для сладкоежек. Натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Не пропустите. Медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» с 7 по 10 июля с 10 до 18.00. Нет возможности прийти? Доставим. Телефон плюс семь девятьсот двадцать семь ноль шестьдесят четыре тринадцать девяносто. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин